Под раковиной Галины Любушкиной теперь прибор для очистки воды за 40 тысяч рублей. Пенсионерка уже знает, в магазине он стоит всего 700. Да и обслуживание этой установки обойдется пожилой женщине дороже, чем предыдущего фильтра. Хотя его продавцы обещали обратное. Через три месяца надо менять, написано там, да? А они же сказали, вот вы затолкали мы туда его, шесть лет вы к нему и не подходите. Это был аргумент, но не самые главные хитрые коммерсанты заговорили о здоровье. Мол, поставите прибор, вода будет чистая, чуть ли не из горного источника. Не надо кипятить, наливай и пей. Никаких солей и тяжелых металлов. Пожилая женщина поверила, отдала свою пенсию и пенсию супруга. Это не характерно для меня, понимаете? Вот не могу себя простить, я никого не виню. Галина Любушкина, человек заслуженный, всю жизнь отработала экономистом. Осознание большой ошибки пришло только потом. Продавцы умело пустили пыль в глаза, разыграли целый спектакль, взяли на анализ воду из крана. Результат, конечно, шокировал. Говорит, я, мы с лабораторией, ну, налила стакан воды и опустила прибор один, там второй. И оттуда, а там, когда она опустила второй прибор, там прямо сплошная ржавчина появилась. Вот видите, какую вы воду пьете. Пенсионерка обратилась в полицию, однако наказать таких продавцов удастся вряд ли. Ведь пожилая женщина сама решила купить прибор. У нас существует профильная организация, общество по защите прав потребителей. Естественно, все жалобы должны направляться туда. Когда потребитель может требовать либо замены товара, либо если товар, конкретный товар, конкретный объект некачественный, либо если устанавливают, что просто этот товар ему не подходит, его ввели в заблуждение относительно его характеристик, то тогда возвраты денежных средств. Можно также обратиться в суд. Пострадавшая пенсионерка вспоминает, продавцов было четверо. Женщина средних лет, мужчина за 50 и двое молодых людей. В правоохранительных органах просят быть бдительными. Георгий Колчин, Денис Ромашов, Антон Комаров. Оперативное вещание.